Замглавы Минстроя посетил два объекта в микрорайоне Мамайка. Никита Стасишин предложил включить ЖК Ямайка в проект комплексного развития территории. В будущем эту площадку обещают использовать максимально эффективно для города и его жителей. А ЖК Фазотрон сейчас достраивает Инвестор. Это самый крупный долевой объект города. С его завершением в конце следующего года свыше 2200 жителей будут восстановлены в правах. По оставшимся девяти долгостроям найдены решения. Семь достраивают инвесторы, один – застройщик. И ещё по одному комплексу ожидается решение Федерального фонда развития территорий о выплате компенсаций. Другими важными объектами, которые посетил Никита Стасишин, стали школа на 1100 мест и детский сад на 300 мест в микрорайоне Северная бытха, который строит по национальному проекту «Жильё и городская среда». Сроки строительства сдвинулись из-за активизации оползневых процессов. «Мы вынуждены были переделать проектное решение. У нас увеличились длинные сваи. У нас на сегодняшний день сваи по 1500-15 метров в диаметре. Некоторые сваи доходят до 28 метров в глубину. На школе у нас 1200 сваи. На детском саду у нас 740 сваи. Свайные поля на сегодняшний день делаются только свайные поля, подпорные стены». Новый проект одобрен. Дополнительное финансирование будет выделено из федерального бюджета. «Поручению премьера Мишустина Михаил Владимировича принято решение о том, что до конца года школа следующего года будет достроена. Это будет первая школа с эксплуатируемой кровлей по всему периметру. Деньги из резервного фонда по поручению премьера выделяются. В целом город развивается, город меняется. И те поручения, за которые реализацию отвечает Министерство России, в регионе в целом и в городе оперативно исполняются». Добавлю, что закончить объект планируют до конца следующего года.